Мы во власти своей судьбы или можем изменить даже ее? Он немного помолчал и произнес. Сейчас ты на самом деле спрашиваешь, насколько предопределены все события твоей жизни. Вот в чем вопрос. Он возникает из-за того, что в жизни происходят определенные вещи, и ты пытаешься направить их в одну сторону, а они идут в другую. Вот в чем причина этого вопроса. Итак, судьба ли это? Как ты знаешь, внешние ситуации находятся под влиянием многих разных сил. Прямо сейчас мы едем в этой машине. И на эту ситуацию влияет закон всемирного тяготения. Вращение нашей планеты вокруг своей оси и вокруг Солнца, а также внутриатомные силы и многое другое. Есть также силы, действия которых недоступны нашему восприятию и пониманию. Мы знаем о них совсем немного, и лишь в этих границах можем ими управлять. Например, можно везти автомобиль, контролировать количество бензина в баке, соблюдать правила дорожного движения. Эти вещи нам подконтрольны, а гравитации нет. Но за последние 50 лет наше понимание ситуации значительно улучшилось. Мы теперь меньше думаем о судьбе и больше о своих замыслах и намерениях. Ты это замечаешь? Он ждал ответа. Ясно, что это был не риторический вопрос. Да, отозвалась я. Моя бабушка твердила, что чему быть, того не миновать. Но я так не считаю. Значит... Продолжал он. В следующие сто лет, если наше восприятие и понимание значительно улучшится, мы все меньше и меньше будем находиться во власти судьбы. Мы сможем управлять большинством ситуаций. Это начинает происходить медленно, шаг за шагом, верно? Тем не менее, сейчас мы не понимаем всех сил, которыми определяется конкретная ситуация. Когда мы не понимаем каких-то явлений, мы ссылаемся на Божью волю. Это такое детское объяснение всего, что человек не может понять. Несложная отговорка. Мы называем это так, потому что не понимаем реалии жизни. Какой бы ни была сейчас твоя судьба... Продолжал он. Ты сама ее создала. К сожалению, создала неосознанно. Она написана только тобой. Создатель дал тебе полную свободу. Он вложил в тебя твое я. Ты сама пишешь свою судьбу. Люди так много говорят о судьбе лишь потому, что чувствуют себя беспомощными. Свою судьбу можно также сознательно создавать. Я хочу, чтобы ты испытала освобождающую силу другого рода науки, внутренней науки, с помощью которой можно стать хозяином собственной судьбы. Ты еще не поняла, какой это огромный дар быть человеком. Если поднять человека на всю доступную ему высоту, Божественное станет частью его жизни. Если ты овладеваешь своим физическим телом, ты контролируешь от 10 до 15 процентов жизни. Если обретаешь мастерство владения разумом, контролируешь уже от 40 до 60 процентов жизни и судьбы. Если к тому же управляешь своими энергиями, то держишь под контролем 100 процентов жизни и судьбы. Вся наука о йоге просто работа на этих трех уровнях тела, разума и энергии. Любой человек может в полной мере раскрыть свои возможности только тогда, когда у него нет собственных проблем. Нет внутренних проблем ни с телом, ни с мыслями, ни с эмоциями. Только в этом состоянии он сумеет выразить все, что в нем есть. Именно это мы делаем посредством духовного процесса. Ты решаешь, куда идти, выбираешь направление и пункт назначения. Это в твоих руках. Для внешнего благополучия существует физическая наука. Точно так же есть внутренняя йогическая наука. С ее помощью можно взять свою судьбу на 100 процентов в свои руки. Можно полностью управлять процессом жизни. Ты сможешь даже контролировать свои будущие рождения, сознательно выбирая для себя материнскую утробу. Вот до какой степени можно овладеть своей жизнью. Таким образом, ты станешь способной самостоятельно определять свое рождение и смерть и создавать свою жизнь так, как захочешь. Даже сейчас это твой выбор, но он осуществляется бессознательно. Можно выбирать и осознанно. Если ты не берешь свою судьбу в свои руки, ты живешь как придется. Это так. Твои тревоги естественны. Почти 90 процентов населения Земли живет в постоянной тревоге. Причина в том, что люди не прилагают никаких усилий к тому, чтобы взять свою жизнь в свои руки. Для них справедливое изречение. Чему быть, того не миновать. Если мы бессознательно создаем свою судьбу прямо сейчас, как это происходит? Это наши мысли или действия или прошлые поступки? Спросила я. Кто ты сейчас? Ответил он. Твоя личность, все, чем ты являешься, это сложное накопление твоих впечатлений о самой жизни. Это похоже на программное обеспечение, это то, что называют кармой, это сумма твоих впечатлений. Все, что ты воспринимала, запечатлелось в твоем уме и в энергиях. То, как ведет себя твое тело, как ведет себя энергия, это результаты прошлых впечатлений от твоей кармы. Запрограммировано даже то, как движется твое тело. То, что называют кармой, есть сумма огромного багажа впечатлений, которые ты используешь в качестве программного обеспечения. Из-за этих впечатлений ты развиваешь определенные тенденции. Это бессознательные тенденции. Твои тело, разум, эмоции, энергии, все это работает в соответствии с тенденциями, которые развиваются из-за огромного количества накопленных впечатлений. Это влияние кармы на нашу жизнь. Пока человек не достигнет определенного уровня осознания и не начнет владеть собой, его всегда подталкивают и тянут эти тенденции, бессознательно созданные. Они толкают тебя в определенном направлении, но все это создано тобой и только тобой. Если мы сами все это создали, можем ли мы что-то отменить или чего-то избежать? Нетерпеливо спросила я. Или изменить что-то с помощью осознанности? И есть ли какие-то события, которым определенно суждено случиться? Садхгуру ответил. Сейчас да, есть. Есть много вещей, которым суждено произойти, потому что эти тенденции намного глубже, чем твоя умственная решимость. Если ты настроен на пройти определенный путь, ты сможешь многое изменить. Определенные фундаментальные тенденции проявятся, но если человек обретает мастерство в области жизненных энергий, он может изменить ход своей жизни полностью. Сейчас мы говорим о том, чтобы создать то же самое сознательно. Сам факт, что человек становится духовным и говорит «я ищу освобождение», означает, что он хочет взять штурвал своей жизни в свои руки. Ты хочешь взять свою судьбу в свои руки. С самого первого шага йоги ты пытаешься принять на себя ответственность за какую-то часть самой себя, начиная с тела, дыхания, а затем переходя к разуму и энергии. Движешься шаг за шагом. Это больше, чем просто свобода от страданий. Ты можешь изменить ход своей судьбы.